Рост заболевших коронавирусом за неделю, проверка пассажирского транспорта, сложное положение санаторно-курортных организаций. Основные темы оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Чувашии. Подробности в нашем сюжете. С 1 июля увеличилось количество вновь выявленных случаев COVID-19. За последнюю неделю регистрируется более 60 заболеваний в день. В 13 муниципальных образованиях показатель заболеваемости на 100 тысяч населения даже превышает среднереспубликанский. Например, в городе Канашка эффициент распространения дошел до 5. В Батаревском районе до 3,5, в Красночитайском до 3. Рабочая группа оперштаба считает, что такая ситуация возникла из-за недоработки в муниципалитетах. Несоблюдение маточного режима в части муниципалитетов вообще не проводилась дезинфекция общественных пространств. На предприятиях не проводилась термометрия должным образом, но и в результате получили то, что получили. Ситуация под контролем, то есть и по данным цифр мы видим и по свободному коечному фонду, и по коэффициенту распространения выровняли значение. Не соблюдают масочный режим и в общественном транспорте, причем как пассажиры, так и сами водители. Много жалоб поступает в Роспотребнадзор о том, что водители работают без масок, в салоне не проводят дезинфекцию, и у пассажира нет возможности самому пробить билет, приходится передавать водителю карту или телефон. Водитель не должен соприкасаться с личными вещами пассажиров, поэтому необходимо эти терминалы установить таким образом, чтобы все могли свободно оплатить проезд, и если есть необходимость, можно установить или даже потребовать наличие видеонаблюдения в этом месте. Управление Роспотребнадзора по республике считает необходимым вновь запретить обслуживание посетителей, покупателей и клиентов без масок. На заседании Оперштаба обсудили и работу санаториев. Всего в республике зарегистрировано 13 санаторно-курортных организаций, 10 из них частные. Пока работает только лесная сказка, остальные закрыты. И для них это большая проблема. На сегодняшний день уходят специалисты. Если в ближайшее время мы не откроем санаторий, то отрасль будет потеряна и разорена полностью. Санаторно-курортные организации сейчас несут убытки. Это расходы на оплату труда работников, коммунальные платежи, сохранность имущества. Общая численность в данных организациях свыше 830 человек работает. В стране уже открылись санатории на Алтае, Камчатке, Краснодарском крае. Министр экономического развития Чувашии предложил рассмотреть вопрос возможности возобновления работы санаторно-курортных организаций с медицинской лицензией. И обсудить какие-либо меры поддержки на республиканском уровне. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Республика.